Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Новая Одесса. В эфире Антон Равицкий. Сейчас коротко о главных событиях выпуска. Произвол чиновников. Не хочешь платить? Сиди в заперти. Закрыла помещение всех людей и не выпускала. Сотрудник прокуратуры убил человека. Выскочил мужчина. Две девушки стояли здесь рядом, тоже были в БМВ. Он выбросил бутылку шампанского, которая у меня в руках. Черноморец осчастливил фанатов победой над столичным клубом. Черноморец! 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 Далее в выпуске об этих и других событиях. Убил человека, будешь сидеть. Дома. В результате аварии с участием сотрудника районной прокуратуры погиб человек. Виновнику трагедии суд назначил суровую меру пресечения. Домашний арест. В субботнее утро возле Одесского роддома номер 7 на улице Космонавтов сотрудник районной прокуратуры, управляя автомобилем БМВ, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ЗАЗ, за рулем которого был пенсионер. Запорожье сдвигался в направлении Филатова. Вот этот БМВ выехал через двойную сплошную, объезжая, по-моему, маршрутку. Ну, столкнулись, БМВ сюда улетел, а там все осталось. За рулем был пожилой мужчина и молодой человек. Молодой человек так легким испугом отделался, а мужчину зажало. Ну, потом скорая его вытащила, приехала, отковыряли. К окошку подбежал, посмотрел, выскочил мужчина. Две девушки стояли здесь рядом, тоже были в этом БМВ. Он выбросил бутылку шампанского, которая у меня в руках. Водитель БМВ и две девушки скрылись с места происшествия, даже не попытавшись оказать медицинскую помощь, зажатому в Запорожце пенсионеру. От полученных травм водитель Запорожца скончался в больнице. Факт дорожного происшествия был, что в мгновение двух единиц транспорта на дерево пострадал, доставили в больницу, один умер. Сотрудник прокуратуры отстранен от занимаемой должности. Для виновника смертельной аварии судья в качестве меры пресечения избрал домашний арест. Дескать, суд приняло внимание, что прокурор всячески помогает следствию и дает показания. Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Олег Мехралиев, Новая Одесса. Скандал в городском Авире. Группу одесситов заперли в одном из кабинетов, а причиной было их нежелание оплачивать выдуманные услуги, на которых настаивали чиновники. Подробности в сюжете Дмитрия Долматова. Полчаса в заперти и скандалы с участием милиции. К таким результатам привела обычная регистрация загранпаспорта. По словам одесситов, их заблокировали после отказа заплатить за непредвиденные расходы. У нас неизвестная особа, охранник. Мы не установили, и милиция так же не установила, кто это. Закрыла помещение всех людей и не выпускала. Возмущенные горожане утверждают, что на сегодняшний день за грандпаспорт в Одессе вряд ли можно получить дешевле 400 гривен. В приемной Авира эту информацию опровергли. 170 гривен и в разе 10-денного оформления подвоивается. Итого получается максимум 340 гривен. Однако за пределами кабинета мы слышим совершенно другие расценки. Парень переплатил 200 гривен за страховку. Ему дали ни квитанции, ни какой бумаги о страховании. Хотя эта страховка, которую дают на Жуковского 47, не котируется ни в одном турагентстве. Как вы заплатили за год? 800 копеек за 10 за срочность. Я 480 заплатила на Жуковского. Вот, пожалуйста, чем они отправляют туда. О завышенных тарифах впервые слышит и заместитель начальника главного управления миграционной службы. По его словам, услуги оказывают в рамках закона. Все услуги, которые представляются миграционной службой, они есть открытыми. Все услуги вывешены на информационных стендах. Гражданин может ознакомиться с ними. И никаких переплаток за услуги оформления загранпаспорта быть не может. Желающих получить загранпаспорт переправляют в другое отделение на улице Жуковского. Там уже платные услуги оказывает некое городское предприятие документ. По словам замначальника, обращаться в эту службу не обязательно. Дополняют противоречивую картину упомянутые ранее информационные стенды. Цены на услуги, по словам очевидцев, были небрежно подкорректированы перед самым приездом журналистов. В скором времени возмущенные одесситы готовятся подать заявление в прокуратуру и продолжать бороться с неоправданно высокими тарифами. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса. Уж мы их душили-душили. Борются в Украине с коррупцией давно и всерьез. Вот только вечно подводят борцов мелочи. То один возьмет по мелочи, то другой. Борются с коррупцией, выделяя лучшие кадры. О посильном вкладе Одесского горсовета в борьбу со взяточниками в нашем сюжете. Одесский чиновник задержан за взятку. Сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями в ходе обыска мэрии задержали подозреваемого в его служебном кабинете при получении взятки в сумме 1000 долларов США. В настоящее время инспектору сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде залога. Также судом инспектор отстранен от занимаемой должности на время досудебного расследования. Напомним, злоумышленник был выявлен благодаря звонку частного предпринимателя в Главное министерство внутренних дел Одесской области. Потерпевший заявил, что инспектор Управления развития потребительского рынка Одесского горсовета вымогает у него деньги в размере 1000 долларов США за разрешение оставить подлежащий сносу ларек на территории города. За последние две недели это как минимум второй визит областных борцов с экономическими преступлениями в Одесское управление торговли. Предыдущий состоялся 25 июля. Напомним, совсем недавно городское управление возглавил Олесь Янчук, чья репутация достаточно неоднозначна. Летом 2009 года чиновник был задержан по обвинению в организации заказного убийства помощника нардепа Дмитрия Рустанова и провел два месяца в СИЗО. Однако затем вышел на свободу, а дело было прекращено. Минздрав предупреждает о вреде курения, а сотрудники милиции наказывают за незаконные поставки и производство табачной продукции. Милиционеры обнаружили 50 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Подпольную продукцию выявили сотрудники областного управления по борьбе с экономическими преступлениями на одном из складов на территории города. В ходе обыска был изъят товар на сумму 210 тысяч гривен. Образцы табачных изделий уже направлены в лабораторию. А тем, кто причастен к изготовлению или поставке нелегальной продукции, грозит штраф. В результате пожара в Малиновском районе погиб человек. Горело здание по улице Академика Филатова, 58-2. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на последнем этаже девятиэтажного здания. На месте работало пять пожарных машин. После ликвидации возгорания спасателями был обнаружен погибший хозяин квартиры. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Кроме того, пожарные призывают одесситов не блокировать межквартальные проезды во дворах, так как это затрудняет работу спасателей. Сложность утушения пожара заключается в том, что подъезды к дому были частично ограничены железнодорожными блоками и большим скоплением автомобилей. А также тремя демонтированными пожарными гидрантами. В системе украинского здравоохранения старается прижиться институт семейных врачей. Доктор, который будет на первом рубеже сражения за здоровье, должен быть очень хорошо подготовлен, а значит, необходим постоянный приток знаний и практических навыков. С целью поддержать уровень семейных врачей в Одесском доме медработников состоялось открытие цикла занятий при поддержке Министерства здравоохранения. Цикл занятий, который проводится в Доме медработников, предназначен для семейных врачей, желающих повысить уровень своих знаний о современных методах профилактики и лечения различных заболеваний. Мы эту школу сделали, школа практикующая врача, в первую очередь для семейных врачей. Есть узкие специалисты, которые работают по своим специальностям, невропатолог, кардиолог, эндокринолог. И мы привыкли направлять пациента к ним. Но человек – это букет, он может болеть всем, чем угодно. Он не должен ходить от эндокринолога к гинекологу, от гинеколога к невропатологу и так далее. Он должен получить максимум информации от своего семейного врача. Темы занятий школы будут касаться наиболее социально значимых заболеваний. Первое занятие школы практического врача в Одессе посвящено актуальной тематике сахарного диабета и гипертонической болезни. Сахарный диабет на сегодняшний день является одним из самых распространенных хронических заболеваний. Поэтому мы о нем говорим и проводим в школы и занятия и с врачами, и с пациентами. В ходе занятия семейные врачи не только ознакомились с современным состоянием проблемы, но и на практике опробовали новые глюкометры. Всего за два дня около 200 медиков послушают лекции. В дальнейшем добавятся циклы занятий по онкологическим и гастроэнтологическим заболеваниям. Занятия школы практического врача будут проводиться ежемесячно в форме познавательных лекций и презентаций, практических занятий, консультаций ведущих специалистов. Дарья Сидоровская, Даша Дрович, Новая Одесса. Впервые за 10 лет одесский черноморец обыграл Киевская Динамо. Не так много поклонников команды отправились в столицу на стадион Олимпийский. Статистика, бессердечная и безжалостная, была не в нашу пользу. Тем больше радости доставила выездная победа болельщикам одесской команды. О спортивных героях города сюжет Вадима Шпаченко. «Одесса! Одесса! Одесса! Черноморец! 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 Черноморец!» Так вчера вечером в одесском аэропорту фанаты встречали своих любимцев после триумфа в Киеве. На глазах у 30 тысяч зрителей одесская команда обыграла хозяев поля со счетом 2-1. На 42-й минуте первого тайма в результате молниеносной контратаки в воротах киевлян расписался новичок черноморца Владимир Приемов. Не успели моряки насладиться лидерством в счете, как пропустили красивый, но совсем не обязательный гол. Отражая мяч, ошибку допустил капитан черноморца Дмитрий Безотосный. На 87-й минуте матча все были готовы к ничьей. Однако не тут-то было. Аргентинский полузащитник Пабло Фонтанелло добыл для моряков победу. Команда провалила игру. Хотел бы измениться в первую очередь перед зрителями, конечно. 30 тысяч приходит, а не знаю, надо разбираться, почему команда действительно не бежит и не играет. Я думаю, что сегодня никто не скажет, что мы не заслужили эту перемогу. Я просто кланяю своим футболистам, потому что сегодня они просто заслуговывают на то слово, что они молодцы. Уже 22 августа на этом стадионе одесский черноморец встретится с футбольным клубом Скендер Беу. Чемпион Албании – это последнее препятствие на пути моряков к заветной мечте – групповому этапу Лиги Европы. Вместе с болельщиками новых свершений ждут Вадим Шпаченко, Олег Шпак, Новая Одесса. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 706-38-96. Наш выпуск завершен. Далее проект международных новостей 100 секунд и прогноз погоды. С вами был Антон Равицкий. Хорошего вам вечера и хороших новостей. Количество погибших в результате взрыва в многоэтажном жилом доме в центре Луганска возросло до двух человек. Взрыв в Луганске произошел в воскресенье днем в районе шестого этажа 14-этажного жилого дома. Ударная волна повредила бетонные перегородки на пятом, шестом и седьмом этажах. Основная версия случившегося – взрыв бытового газа. По последним данным число пострадавших составило 16 человек. Примерно 60 человек было эвакуировано. Два человека погибли. Еще около 30 получили телесные повреждения при крушении международного автобуса на юге Франции. Авария произошла в департаменте ОТ. По данным полиции, автобус компании «Евролайнс» следовал из Марселя в Испанскую Мурсию, протаранил защитный барьер и упал с обрывом. В салоне находилось 44 человека, включая туристов. Вину за аварию взял на себя 30-летний пассажир-украинец. У него с водителем-испанцем произошел конфликт, в результате которого наш земляк намеренно дернул руль на себя. Французская полиция проверяет гражданина Украины на наличие психических заболеваний. В аэропорту Мельбурна столкнулись два самолета «Боинг-737» авиакомпании «Вирджин Австралия». Хвостом зацепил приземлившийся аэробус А320 компании «Джет Стар». По предварительным оценкам, сумма ущерба от столкновения – 3 миллиона долларов. В колумбийском департаменте Антиокия водитель грузовика, не справившись с управлением, врезался в толпу митингующих шахтеров. В результате происшествия погибли 7 человек, еще 10 получили ранения. Прибывшие полицейские спасли водителя от демонстрантов, которые могли устроить над ним самосуд. На северо-востоке Венесуэлы пожарным удалось потушить огонь на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, вспыхнувший из-за попадания молнии в резервуар с горючими отходами производства. Языки пламени поднимались на высоту до 30 метров. В целях безопасности власти эвакуировали жителей близлежащих районов. Сильнейший в этом году тайфун Ютор обрушился на филиппинский город Касигуран. В морских и аэропортах отменены рейсы. В районе главного острова Архипелага нарушены электроснабжение и телефонная связь. Власти эвакуировали из зоны бедствия тысячи людей. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 200 км в час. В результате наводнения в одной из провинций Афганистана погибло 22 человека, в том числе 6 детей. Разрушен ряд жилых домов. Сельскохозяйственным угодием в этом районе нанесен существенный ущерб. По информации кабульской полиции, причина стихийного бедствия – продолжительные проливные дожди, сопровождаемые градом. В понедельник в японской префектуре Коти столбик термометра достиг отметки плюс 41 градус по Цельсию. Это абсолютный температурный максимум для Японии за 52-летнюю историю ведения подобных наблюдений. С начала лета из-за тепловых ударов скончались 68 человек. Более 32 тысяч госпитализированы. Французские фермеры забросали налоговых чиновников яйцами. 200 тысяч яиц были разбиты в знак протеста против низких закупочных цен, установленных Еврокомиссией. Фермеры угрожают продолжить акцию ежедневно разбивать по 100 тысяч яиц, что составляет 5% от всех яиц, производимых ежедневно в Бретоне. Инженеры из Швейцарии представили Кота-робота. Над этим проектом они работали с 2008 года. Робот весит килограмм и способен за одну секунду преодолеть расстояние в 7 раз больше своей длины. Правда, в модели есть один минус – пока отсутствует голова. Использовать Кота-робота планируют в спасательных и исследовательских миссиях. В ночь на 13 августа, когда Земля будет в основной зоне метеоритного потока Персеиды, можно будет наблюдать звездный дождь. По словам британских астрономов, это будет самый интенсивный звездопад в году. Каждый час в небе будут сгорать до 100 мелких метеоритов. Космическое представление начнется с наступлением сумерек и достигнет пика в предрассветные часы. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, во вторник, 13 августа, в Одессе в течение дня будет ясно. Ветер северный – 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 46%. Температура воздуха ночью – 24-26, днем – 26-30 со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. Страхова компания «Теком». Впевненість у квадраті.